Бруклин Продакшн представляет Приветствую вас на канале опасная бритва Бруклин Продакшн И сегодня будет анонс Анонс бритья Который будет я надеюсь к концу недели Просто хотелось вам сегодня показать бритву Которую я буду бриться Значит людей которые интересуются опасными бритвами Захватывает еще вот такое хобби Как собирательство, восстановление бритв И все что с этим связано Ну включая конечно заточку То есть особо одаренных Особо одаренных углубляющихся в этом деле И заточка тоже очень сильно интересует Потому что после восстановления Как бы нужно бритву затащить И попробовать ей побриться Я тоже увлекся этим делом И сегодня хочу вам показать бритву Которую я буду бриться к концу недели Это бритва Вот такая вот бритва Джордж Ластенхоун Энд Санс Я недавно восстановил эту бритву То есть я приобрел несколько клинков Которые предполагал восстановить Этот клинок этой бритвы был Очень в хорошем состоянии Он Конечно были следы времени Конечно была какая-то патина Небольшая даже ржавчина местами Как бы от долгого лежания Непонятно где Но я приобрел с целью восстановить бритву И вот побриться ей Значит Недавно дошли руки Скажем так Сделать К этому клинку Штаны Так называемые Или чехол Правильно Как говорят Многие называют Это ручка На самом деле это чехол В котором прячется сама Клинковая бритва Значит Я сделал Для начала я почистил Клинок Видите Вот такой красивый клинок Джон Шластенхоун Шеффилд Ингвенд И с этой стороны На клинке Есть очень большая Там гравировка Не знаю Назвать это можно Гравировкой Или как-то по-другому Но во всяком случае Вот такой большой Есть Не знаю видно Или не видно Значит Тут тоже написано Джордж Шластенхоун Санс Корпорейт Марк Грантед Написано Что они начали работать С 1694 года Компания Написано Оригинал Резор Оригинал Пайп Резор То есть Вот такой был Вот такой был Приобретён Мой клинок И Буквально неделю назад Я начал делать К нему Не к этому клинку Я начал к другому Клинку делать Чехол Но Потом Чехол Получился Вот эта Ручка Так называемая Получилась Немножечко Как бы Интеллигентная К тому клинку А я решил Восстановить Этот клинок Соответственно Красное дерево Вот такой Небольшой клинышек Сделан Из бамбука Латунные пины В общем Всё что нам нравится Вот так и получились Вот такие штаны Получились Как называемые Это Небольшой У меня опыт Делать Вот такие вещи На самом деле Мне очень интересно Как говорится Дома На коленках Это всё делается Но Соответственно Получается Не совсем Попадаешь точно Потому что Когда ты хочешь Добиться какой-то точности Нужно Хорошее оборудование Место Даже для того Чтобы это Самому удобно было Сидеть и Развернуться Это сделать Значит Вот такой Клиночек Получился Я надеюсь К концу недели Я в видео Его опробую Я всё-таки Постараюсь Это сделать Я его заточил На японских Синтетических И натуральных Камнях Очень классно Заточился Очень острый Получился Очень Я использовал Тысячу грит 3000 грит На Нива Суперстон А после них Я уже Использовал Суиту И после суиты Азуко Асаги То есть Такой более Самый твёрдый Камень Который у меня есть На собственной Суспензии Которую я получил С помощью Пластины Алмазной Которую Стащил В принципе Которая Выбивает Только суспензию С натурального Камня Но сильно Его не Портить Скажем так Вот такой Красавица Бритва Мне очень нравится На самом деле Очень аккуратный Размер 5 восьмых Где-то 5 восьмых Очень трудно Сказать Размер Бритва Практически Не источенная Практически Новая Возраст Этой бритвы Я не скажу Что это Очень старая Нет Эта бритва Не очень старая Я думаю Это 20 века Бритва Потому что Компания Работала По моему Даже до середины 20 века Или Даже По моему До 80 Годов Могу ошибаться Мог перепутать С другой Компанией Тоже Английская Старая Компания Но это Видно Что это 20 века Клинок Что мы имеем Сейчас я хочу вам Показать Несколько фотографий В виде Слайдшоу Как я делаю Эти штаны С чем пришлось Столкнуться Как это все Пилилось Резалось Клеилось Вырезалось Многие моменты Наверное Упущены Потому что Не сосредотачивался На фотографировании Только мне было Интересно Как это вырезать Как его сделать Как собрать Как сложить Потом все Сверлилось Клеилось Очень было Очень интересно С этим деревом Очень интересно Работать Вот так складывается Защищенное лезвие Все очень приятно Красиво Видите Есть какие-то моменты Которые я для себя Отметил Чтобы дальше Делать У меня еще есть кусок Этого дерева Скажем так И я еще планирую Сделать с него Как бы Могут быть штуки Три-четыре Может и больше Посмотрим Сколько у меня есть клинков И сколько у меня есть терпения Для всего этого дела Хорошо ребята Сейчас я запускаю Слайдшоу С вами буду прощаться Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...